Всем привет ребята, вы на канале Аспекты Мермекиперства и сегодня у нас опять новый ролик. Я сегодня решил попросту закрыть рубрику рейтинги, не то что я ее перекрываю, я ее заканчиваю, потому что я думаю то что для следующего пункта нужны уже виды для очень опытных киперов или хотя бы для опытных. Ну а я то не настолько опытный, ведь всего лишь киперстве год, да и плюс я никаких финаторов, мермец и сингов не содержал, а это обязательно должно присутствовать в тех списках, поэтому ну тут лучше ребята, даже если это будет рубрика, она будет еще не скоро, поэтому я ее временно закрываю. Это будет у нас сегодня последняя часть, муравьи для средних киперов среди местной фауны, пишите комментарии, ну и погнали. Также ребята у нас как правило три пункта, это легкость, это агрессивность и это размеры. Легкость я решил заменить на интересность, потому что как правило у нас попросту легких видов среди местной фауны, даже если и есть, то дело в том, что ну как бы для средних киперов, а не для новичков, поэтому я решил это заменить. Ну и первый у нас пункт по классике это агрессия, к вам мы сюда будем добавлять, и я решил выделить три пункта, это формики, серформики, потому что они как правило довольно таки агрессивные, но из-за того что они похожи, я не решил выделять отдельные виды, поэтому оставим просто формики и серформики. Также я решил добавить мир микрубру, не знаю почему их недооценивают, о них довольно таки мало контента и говорят то что они скучные. В таком случае блин ребята, те кто это говорят, тогда ваши тетры или ваши все почти лазиусы кроме фолик, просто фигня. Ну конечно это грубо звучит, но блин ребят мне просто обидно за этот вид, потому что он сам по себе довольно таки крутой. Причем они похожи на тетров, они просто как сказать увеличенные версии тетров, просто немножко с другой стратегией охоты. Но чтобы было нагляднее, я решил провести вам пример. Допустим смотрите, тетры нашли белок, что они сделают? Они начнут мобилизировать все войска имеющиеся в запасе, начнут выбегать на арену, ну если колония довольно таки большая, и начнут атаковать белок. Причем все толпы как феи, что сделает мир микро? Они начнут вызывать группами, распространился феромон опасности, на арене есть белок, выходит 20-30 муравьев, если нужно еще, еще 20-30 муравьев. Причем это не так сильно заметно, но тем не менее можно понять, они как кучками выходят из гнезда. И это тоже довольно таки прикольно смотреть на это. Причем если я когда им давал кузнечика, они его растягивают, а потом начинают оттащить в гнездо, то с личинками они не как тетры, они не атакуют муравьев штук по 10 на личинку, они все же решаются более-менее по одному. Что-то между винаторами и феями, потому что они атакуют по 3, по 2, по одному муравью. Не знаю с чем это связано. Ну конечно и еще может быть имеет значение то, что они довольно таки большие, но тут уже не мне судить. В итоге я хочу сказать то, что они тоже довольно таки круто охотятся. Ну и следующий нас идут тетраморемц спитум. Да, я уже почти все рассказал о их охоте, но все равно нужно добавить. А что именно? Они слияние жнецов и фей. Только от фей у них характер, а от жнецов внешность. Они реально очень похожи на жнецов. Да и причем немало. И даже если вы не разбираетесь в размерах жнецов и тетров, вы можете легко и спутать. И то же самое с матками. Потому что матки тетров реально очень похожи на жнецов. Единственное их отличие это то, что у них немножко приплюснутый торекс, и брюшко. Но это очень слабо заметно, поэтому ну уж лучше знать размеры. Также, ребята, я хочу добавить то, что сами по себе тетры очень прикольно охотятся. Из-за того, что они на начальных этапах довольно таки боязливые. Прям совсем боязливые. На самых-самых начальных этапах. То есть у них охота прям идет очень хило, как у кампов. Потом у них охота становится немножко помощнее. Что-то уже наподобие мирмики. Ну а потом у них охотно становится как у фей. Это тот случай, когда численность колоний напрямую влияет на их поведение. Ну а, например, если сравнивать с теми же феями, у них, конечно, да, будет влиять. Но и так они неадекватные просто атакуют. Просто если колоний будет больше, будет больше муравьев вываливать на арену. А так особо сильной разницы нет. Ну и думаю, лучше уже перейти к следующему виду. Точнее, не то, что виду, а не сроким видом. Это формики или сервеформики. Почему я их тоже выделил? Ну, это уже и так всем понятно, что они довольно-таки агрессивные. Я тоже так считаю. Крутые муравьи. И агрессивные, и активные. Но кому-то не нравится дерганность. Я согласен. Но, тем не менее, формики не всегда настолько дерганые, как вы видите их, например, на улице. Они, на самом деле, поспокойнее. Просто их такая реакция вызвана тем, что либо они о чем-то обеспокоены, либо они хотят охотиться. А так они сами по себе не такие уж и резвые, как кажется, на первый взгляд. Ну и следующий у нас идет пункт. Это легкость или же в данном видео интересность. Кого я сюда хочу добавить? Я хочу добавить им на торакс или лепоторакс. Почему их? Да потому что они просто милые. Ребят, реально, вот это вот те муравьи, которые, даже если вы ярый фанат охотников, например, как я. Я очень люблю охотников. Они занимают отдельное место в моем киперском сердечке. Они, ну, серьезно, вот, я не знаю, может я повторяюсь, но просто вот крутые мураши, вот, охотники. И то же самое могу сказать про темнотораксов или лепотораксов. Милашки. Просто одним словом, милашки. За ними наблюдать реально вот загляденье. Есть муравьи, за которыми хочется наблюдать, когда они охотятся. А есть муравьи, за которыми хочется наблюдать, когда они делают все, что угодно, но не охотятся. Ведь они плохо охотятся. И, тем не менее, это не делает их менее крутыми мурашами. Поэтому всем советую к заведению. Ну, а кто нас идет дальше? Я решил добавить делихадерусов. Точное название не помню, ведь они разнятся. Кто-то говорит так, кто-то говорит по-другому. Поэтому точно не могу сказать. Также информации на ютубе о них очень мало. Да, не то, что на ютубе, а, в принципе, на сайтах по содержанию их. Так что я не знаю, как они содержатся и все такое. Но я их видел в реальной жизни. И я, когда первый раз узнал, что... Ой, не узнал, а увидел этих муравьев, я не понял, что это. Я сначала подумал, какой это лазиус. Потом подумал, стоп, что у лазиусов есть? Четыре точки на брюшке. А когда посмотрел, вблизи увидел шесть точек желтых на брюшке. Я обалдел. Я не понял, что это. Потом узнал об этом видео. Я... Мое первое впечатление о них, это какая-то помесь лазиуса и какого-то вагуса. Я не знаю, какое-то странное, конечно, сравнение. Но, тем не менее, это реально в реальной жизни очень похоже. Делихадерусу сами по себе довольно-таки крутые. По рассказам других киперов или просто на сайтах информации. Не так же их размеры. Ну, примерно, как у Фуски. Ну, может, чуть немного меньше. То, что информации точно нет, я рассказываю очень странно. Но, тем не менее, я считаю, что это крутые мураши. Ну, а следующий у нас пункт, это размеры. Ну, а кого я добавлю размеры? Думаю, вы уже догадались. Да, их много. Это Камбонотус Геркулянус. Это Камбонотус Флагус. Это Камбонотус Аксатирис. Это Камбонотус Японикус. Но, будем честны. Не каждый хочет содержать герков, учитывая их размеры. Но, плюсом их димовка от 5,5 месяцев. Поэтому, я считаю, что лучше всего завозить каких-нибудь Вагусов, Саксатилисов или Японикусов. Но, в пользу того, что Японикусы живут только на Дальнем Востоке, А именно, Восточной Иркутской и так далее, То я делаю выбор на Фагусов или Саксатилисов. Но, опять же, в пользу того, что Саксатилисы больше, И они имеют серебристый окрас, Я выбираю их. Саксатилисы, как по мне, идеальный вид По размерам среди местных муравьев. Агрессивный, красивый, черный. Так еще, имеют очень прикольное развитие. И также, очень... Конечно, тут судить можно очень много, Но, тем не менее, я считаю, что у каждого вида Муравьи, по-своему, надувают брюшко. Если сравнить, как надувает брюшко Мирмика И, как, например, опять же, Саксатилисы, Это очень огромная разница. Ну что ж, ребята, как грустно это не признавать, Но, тем не менее, мы заканчиваем эту рубрику. Ну, не расстраивайтесь. Когда-нибудь я с вами вновь встречусь в этой рубрике. Ну, а это на сегодня все. Пишите комментарии, все муравьиных маток, И всем пока.